Маленькие и активные. Они учатся в начальной школе, но уже не понаслышке знают, кто такие экологи. 5 мая, во Всемирный день окружающей среды, более 200 ребят из школ, детского лагеря труда и отдыха и ученических лесничеств слетелись на экологический фестиваль. На торжественной церемонии они прошли посвящение и стали настоящими эколятами, молодыми защитниками природы, участниками многотысячного всероссийского движения. Это быть очень достойно, ответственно. Я теперь буду больше защищать природу, больше сажать деревьев и больше кормить птиц зимой. Нарвать растения, мусор собирать. Защищать страну, беречь природу и заботиться. В игровой форуме ребята узнали, что такое экологическая тропа и заповедник. Они разгадывали загадки, придумали собственную социальную рекламу, а также ближе познакомились с деревьями и животными. Почему свинки? Потому что она ест свиньки. Нет, ребят, у нас просто Федя, он не такой беспокойный. Они визжат, как свинки. Они такой же крест, как у свиньев. Более 10 станций помогли юным эколятам лучше понять окружающий мир. Конечно, сейчас они еще совсем крохи, но даже в этом возрасте могут внести существенный вклад в экологическую обстановку города. У нас ежегодно сажается около 500 гектар леса за счет волонтерских посадок, в том числе и с участием маленьких представителей, школьников и студентов. На территории Рязанской области работает несколько школьных лесничеств. Анастасия приехала из поселка Шилово. Более 10 лет своей жизни девушка посвятила экологическому волонтерству. Больше всего мне нравится, наверное, убирать родник. Это не весело, но это просто интересно. Стоит помнить, что экология – это не скучные субботники, а безграничное поле для фантазии. Так рязанские школьники придумали виртуальный музей природы нашего края. Они делают фотографии, описывают заповедники, особо охраняемые объекты, а также птицы, животных, которые в них обитают. Дети знают только нацпарк Мещерский и Окский заповедник. И никто не знает, что есть такой, например, опыт этим, геневские известняки. Или очень интересные памятники природы, какие-нибудь ковыльные степи в нашей области. А вот благодаря этому проекту ребята это узнают. Экологических проектов каждый год становится все больше. Стать их участником несложно. Взрослые могут присоединиться к Рязанскому экологическому альянсу, а малыши – прийти в детский эколого-биологический центр. Приятное и полезное занятие найдется для всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!